Друзья, всем привет, с вами Будда Гришна. Ну вот, предыдущее видео я снял про дизайнера Артемия Лебедева. Еще раз говорю, его какие-то слова в передачах я смотрел, выступления очень емко по делу. Мне нравилось, да. Здесь я просто в недоумении, скажу честно, нахожусь. Я на Рамблере прочитал новость, что он послал всех, кому не понравилось открытие Олимпиады в Париже. Я думаю, не может быть, чтобы человек, ну, может быть, мало ли, написали, что доступен его выпуск новостей в ВКонтакте. Думаю, ну, да, я посмотрю, потому что как-то все-таки это очень громко. Два с лишним миллиарда христиан оскорбили, уже сами и в Америке даже уже написали, что действительно тайна вечери. И как бы это пародия или как это, глумление просто над христианством, я считаю. И, честно говоря, я снял видео просто там про сатанинские знаки, там и всадник, и апокалипсис, и там все, там все. Посмотрите, у меня это видео есть. Значит, да. И французы уже собрались вместе помолиться, чтобы как-то очистить вот это от этого всего, шабаша очиститься. То есть, ну, все люди возмущены абсолютно. И понравилось, по-моему, только вот этим ЛГБТшникам, вот этим, ЛГБТ-организация признана эксимистской и запрещена на территории Российской Федерации. Слава Богу, слава Богу. Ну, вот только ЛГБТшникам вот этим, по-моему, все понравилось у них. Что не праздник в Европе, то вот эта вот ЛГБТшная повестка. Что Евровидение, мужик без трусов, что теперь вот это. Ну, я думаю, не может быть. И надо было в предыдущее видео, конечно, сразу вставить. Но вот здесь, друзья, я посмотрел, я нахожусь в недоумении, скажу честно. Просто в недоумении нахожусь. Потому что то, что человек говорит, я не просто не согласен. Но мне кажется, мое мнение, я задам как вопрос, а не занимается ли он оскорблением в определенной степени, когда делает некоторые заявления. Вот давайте с вами посмотрим. Мне просто интересно ваше мнение. В финале подмоченной дождем церемонии открытия. Состоялось открытие Олимпийских игр, и это подорвало такое количество пердаков, что ночью было светло, как днем. Люди обсуждали церемонию открытия, где выступали какие-то исключительно бодипозитивные гендер-квиры и всякие прочие непонятные личности и сущности. Одним словом, весь отдел психических отклонений международного классификатора болезней был там широко представлен. Ребята оттянулись по полной программе, в том числе подняли олимпийский флаг вверх ногами, в том числе там какая-то толстая баба изображала Христа на Тайной вечере. Люди считают, что это типа, о боже, нам оскорбили нашу христианскую сущность, потому что мы вообще не про это. Все в форумах свое возмущение написали, хотя мы вообще-то из такой страны, где раньше атеизм был просто официальным. А еще сто лет назад у нас вообще попов расстреливали и церковь взрывали, а сейчас уже тебя будут расстреливать, если ты не крестишься и не пошел в церковь. При этом еще буквально недавно в моем детстве снимали мультфильм «Падал прошлогодний снег», и там замечательная сцена, где, значит, мужик сидит за столом, тоже изображает Тайную вечерю. Ничего страшного, можно было вполне это делать. А тут, когда какие-то лесбиянки и гомосексуалисты изображают тоже апостолов Христа, у всех вдруг включилась мораль, и все, значит, страшно стали оскорбляться. Хотя на самом деле это просто обычное европейское площадное искусство, которое вообще обыгрывает из всю тему телесного низа, какашек, писи-пуки, каки и так далее. Это все очень по-европейски. Нужно собраться на площади, нужно поржать, нужно посмотреть какое-то яркое зрелище, собственно, об этом открытие Олимпиады. А те люди, которые считают, что открытие Олимпиады во Франции каким-то образом плюнуло им в душу или как-то задело их мораль, эти люди могут пойти нахуй, потому что они ничего не понимают в веселье. А французы – это те люди, которые умеют веселиться. Ну вот, друзья, вы сами все слышали. Во-первых, вы знаете, для меня оскорбительно то, что я высказывался против, и я говорил о том, что меня это шокировало, многие люди высказывались. Но, во-первых, манера подачи информации с матами, она абсолютно, я считаю, неприемлема. Удивительно, что эти ВК-видео и разные структуры, вроде у нас, не знаю, размещают такие-таки-таки видео, посылать людей вот так. Вы понимаете, что больше двух миллиардов христиан, 2,4 или 2,6 в новостях смотрел, читал. И сказать вот так, те люди, которым не понравилось, могут идти, многим не то, что не понравилось, многие в этом увидели какое-то углумление. Я, честно, я нахожусь в недоумении просто. У меня впечатление, что я услышал что-то… Еще раз говорю, во-первых, так подавать информацию, я считаю, как-то, ну, это грубо очень, это оскорбление, это просто оскорбление. То есть все, кому его не понравилось, пошли, полмира не понравилось. Я вообще не понимаю, как так можно такие заявления делать, безапелляционно, причем настолько напыщенно, не знаю, не просто по стилистике очень тяжело. Второе, это, смотрите, оскорбление, мое мнение. То есть посылать вот так. И то, что он говорит, что в нашей стране там сто лет назад стреляли, взрывали, а сейчас, как он говорит, стреляют, если ты не идешь, не крестишься. Это вообще что такое? Что значит в нашей стране сейчас стреляют, если ты не идешь, не крестишься? Он что имеет в виду вообще? Что крещение сейчас, обряд крещения, таинство крещения осуществляется под дулом автомата, что ли, или что? Я не понял вообще вот этих высказываний. Друзья, я честно нахожусь в не просто недоумении, а я шокированный. Я еще раз говорю, нашел, думаю, дай посмотрю. Он там вначале, кстати, рассказывает, как он жил в Черногории 8 месяцев. Начинает рассказывать про какого-то хозяина, какого-то жилья, который его кинул. Там мат-перемат вообще. Как так может быть, вообще не понимаю. И потом говорит, мы уехали сюда, потом переехали в Киев, мои в киевской квартире пожили, потом из Киева дети перейти на самолете, я на машине приехал. Квартирка в Киеве есть. Ну, наверное, у многих есть. Да, друзья, чудеса, что называется. Интересно ваше мнение. Еще раз говорю, предыдущее видео я снял, надо было туда видео. Я бы, если посмотрел, я бы туда его интегрировал, и все. А вот... Потому что первое видео на тему какую-то, если ты снимаешь, больше смотрят, чем это второе видео, ты снимаешь, уже меньше. Но мне хотелось бы, естественно, чтобы посмотрели видео его слов и написали ваши комментарии, ваши мнения. Может быть, я нагоняю жуть, или может быть, что-то меня просто задело личностно, скажем так. И в этом ничего нет, но мне кажется, что это хлеще, чем губерний. На губернии вы отреагировали очень жестко. Да, причем губерний сказал мягче гораздо. Да, он нас назвал тех, кто высказался против, что-то там говноедами, там еще кем-то. Что все здорово там, но этот пошел дальше, он просто всех нас спасло, и все. Мне как-то кажется, что это не просто неправильно, а это просто немыслимо. Причем, если губерниев делал это, он там где-то высказнику это сделал, то здесь это видео размещает вконтакте, в ВК, видео, куда нам предлагают, если YouTube там что-то замедлится у него или сломается, хотя с помощью разных технологий заходишь и все вдруг, неожиданно, магически можно начинать работать, да? Это, к слову, старая техника, которая не обновляется. А предлагают идти на ВК-видео, где размещаются материалы вот такого характера. Ну, слушайте, это очень странная вещь, как мне кажется. Друзья, напишите ваши комментарии, что вы думаете на все еще. Думаю, это будет очень важно. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Да, друзья, приглашаю вас на свой основной канал Будда Гришна. Новости в Telegram. Там видео о политике, которых здесь нет. Новости 24 на 70 с моими комментариями. Какие-то мои личные фото, видео, стихотворения, если их можно так назвать, песни. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Нажимайте обязательно, подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, я приглашаю вас на свой сайт Будда Гришна.ком для бизнесменов-предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok